Никак не могу выйти замуж. Говорят, что на мне венец безбрачия. Что делать? Действительно, человек может любить Господа, может отказываться от пути блуда, которым большинство людей сейчас идет, как им кажется, к счастливому браку. И в молитве вспоминать слова, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимому помощника, соответственного ему. Об Адаме перед творением праматери Евы. Может проходить год за годом, а семья может не создаваться, не получаться. Это особенно тяжело, когда окружающие люди, родственники, родители начинают говорить, ну что ж ты, доченька, так себя ведешь. Ну где ты видел сейчас целомудренных людей? Никто не согласится даже подумать о женитьбе на тебе, если ты не пойдешь им навстречу, так как сейчас у всех принято. И вот хранение себя в чистоте до брака, отказ от любой формы блуда, это такой вид современного мученичества для христиан. Когда исповедование себя христианином требует от человека очень существенной жертвы. Конечно, никакой венец безбрачия мы не верим. Мы верим в волю Божию, которая осуществляется в судьбе человека. Бывает, что Господь промышляет о том, что человек остается один. Но Господь открыт к нашим молитвам. Поэтому я думаю, что просить у Бога себе супруга или супругу, это вполне возможно. Есть такая очень древняя, очень простая, очень короткая молитва. Это очень важно, что нашим детям мы просим не тех, кто нам нравится, а тех, кто им понравится. Для того, чтобы они были счастливы. А мы должны их полюбить и принять. Молиться об этом нужно и можно. Вымаливать себе супруга. И мне кажется, что есть у Соломона такие слова. Он говорит, что добрая жена — дар от Господа. То есть, добрый супруг, добрый в очах Божьих. То есть, благочестивый. Это подарок Божий. Понимаете, подарок Божий дается в чистые руки. Поэтому хранение себя в чистоте — это есть... Как это ни парадоксально звучит для современного человека, самый надежный от слова «надежда» — путь к заключению брака. Тем более, что создать счастливую христианскую семью с человеком, который требует от вас блуда, невозможно. Вы далеко у него не первая. И, скорее всего, не будете последней. Потому что если человек любит, по-настоящему любит, он, конечно, будет предлагать семью. Он не будет предлагать сожительство. Сожительство предлагает человек, который любить не умеет на самом деле. Потому что не хочет отказываться от своего представления. Он хочет заключить вот такую сделку на время, попользоваться. Понимаете? А там посмотрим. А когда у человека такое устроение, то Господь не может ему подарить настоящую любовь, супружескую христианскую. Не может. Потому что руки грязные. Понимаете? Поэтому вот у нас такое количество разводов. Там 85 разводов на 100 браков, по-моему, на встание. То есть катастрофа полная. И связана она с тем, что мы не умеем строить семьи, а свидетельствуется это прежде всего тем колоссальным количеством сожительств блудных, которые в нашем народе совершаются до заключения брака. Нам говорят, что надо попробовать, надо посмотреть на человека. Ну, пробуют, смотрят. Большинство в результате разводятся. Эти люди, когда идут на роспись или приступают к таинству венчания, они любят друг друга? Да. Они хотят создать семью? Да. Почему не получается? Потому что все добрачные связи мстят человеку. Они отнимают у него цельность любви. И он не может уже создать семью, как малую церковь. Ну, почти не может. Через очень глубокое покаяние все возможно. И такие примеры есть. Но это очень сложно. Продолжение следует...